Итак, друзья, у нас с Максимом дальнейшая тема, которую бы мы сегодня хотели обсудить, это обновление Power BI, которые у нас в мае месяце вышли. Скоро уже, надеюсь, июньские выйдут, но поскольку у нас пилотный выпуск, я думаю, что есть смысл нам и в том, чтобы рассказать про обновления предыдущей версии. Впрочем, их можно по очереди потом будет смотреть и каждый раз что-то новое находить в Power BI, потому что то, что новое появляется, оно обычно остаётся на несколько месяцев, его не сразу переделывают. Напомню вам, что в Power BI блоге выкладываются вот такие замечательные статьи с достаточно подробными анонсами. Точно так же здесь есть видеозаписи, которые делают сотрудники Power BI для того, чтобы рассказать об обновлениях, притом обновления в действии, как они есть внутри Power BI. Но при этом здесь всё на английском языке, а практика показывает то, что у нас многие английского языка не знают. И поэтому на русском языке тоже есть смысл это всё транслировать. Собственно, чем мы и занимаемся. Значит, в мае какие обновления у нас вышли? В Report View появился новый переключатель Slicer для DAT. Он теперь стал относительным. Показывать обновления я буду на примере нашей BI-системы. BI-система получает данные из OpenGraph API по группе Excel и Power BI для интернет-маркетинга. И не только нашей группы, которая нас с Максимом познакомила. И, соответственно, у нас есть примерно такая сложная внутри этой BI-системы схема, или не очень сложная, такая схема таблиц, как они связаны между собой. И суть в том, что у нас есть информация о том, какие кто посты оставлял, сколько лайков получал человек, оставивший конкретный пост, какие комментарии к нему были и тому подобное. И сейчас я показываю вам обновленный слайсер, который появился в Power BI и какие возможности он открывает. В частности, у нас есть, например, рейтинг постов, страничка. На этой страничке у нас отображены посты, отсортированные по метрике суперлайки. Про метрику суперлайки я расскажу в каком-нибудь отдельном видео. Но суть в том, что метрика суперлайков это метрика, которая у нас характеризует о том, насколько продвинутой аудитории нашей группы понравился тот или иной пост. Так вот, у нас есть такая вот табличка, такая вот визуализация с табличкой на экране. И также у нас есть слайсер. У вас слайсер по умолчанию открывается вот в таком вот режиме, когда дату можно задать числами и есть вот такой вот ползунок, который вы можете дергать. Это режим по умолчанию, как этот слайсер включается. Также в уголке этого слайсера есть вот такая вот стрелочка и здесь есть возможность выбирать различные режимы. Различные режимы Before, After, List, Dropdown, List, например. Когда мы можем дату выбирать конкретную, он у нас здесь был по умолчанию в предыдущей версии, а вот Relative, это опция, она добавилась только в текущем релизе Power BI. Слайсер, при том, который экспериментальный, который нужно включить в настройках Power BI. Как это делается? Переходите в Options в настройке, в настройках переходите на Preview Features и здесь выбираете Relative Date Slicer. Другие функции, которые мы сегодня будем показывать тоже, например, Quick Measures, Power BI Service Leaf Connection, они у вас тоже должны быть отмечены галочками для того, чтобы были доступны внутри Power BI, чтобы у вас с ними была возможность поработать. Так вот, у меня эти функции включены и значит, что у меня есть визуализация стандартная Slicer. Вот она. И если я в эту стандартную визуализацию Slicer перетащу столбец с датами из-за таблички, соответственно, то у меня Slicer приобретет вот такой вот вид. В нем указана, соответственно, появилась вот такая вот возможность. Сейчас я могу указать, что мне нужно в моей табличке данные отфильтровать, например, за последние Last 8 дней. Я выбрал количество дней, то есть я выбрал Last 8 дней. У меня сразу отобразился в уголке экрана промежуток, с какого и по какое у меня сейчас табличка отфильтрована. И сразу же эта визуализация, текущая на текущем листочке, она у меня до последних 8 дней сократилась. То есть она отфильтровалась. Данная BI-система обновлялась позавчера, и поэтому данных за вчера и сегодня у меня в BI-системе нет. Но если я в Slicer укажу, соответственно, то, что мне нужен, например, последний один день, то у меня, соответственно, резонно, один день, одна неделя нет, один день, то у меня данных в табличке уже не будет никаких. То есть у нас Slicer в данном случае высчитывает последний день, последние 7 дней, последнюю неделю, начиная с нашего текущего дня на момент, когда мы показываем данную визуализацию, а не на момент, когда у нас последний раз данные обновлялись. Держите это в памяти. Я думаю, что в перспективе сотрудники по BI добавят такую возможность, но пока сделано вот таким вот образом. Так вот, здесь можно задавать различные промежутки по времени, также здесь есть возможность задавать, например, календарный год. То есть если я сейчас укажу данные, то что мне нужно отфильтровать данные на страничке за последний один год, то они у меня будут отфильтрованы с 29 мая 2016 года по 28 мая 2017 года. То есть год с сегодняшнего числа. Но если я выберу здесь Years Calendar, то у меня данные будут показаны за текущий год, за текущий календарный год. С 1 января 2016 года по 12 декабря. Если я здесь 2 года укажу, соответственно, то у меня получатся данные с 2015 года по данные с 2016 года. Вот такой вот слайсер у нас появился. Скажи, пожалуйста, у тебя таблица дат, календарь которая, она включает в себя сегодняшний день? У меня таблица с датами сегодняшний день не включает. Она у меня обновляется, то есть у меня эта табличка генерируется из запроса отдельного, date table, вот этот запрос. И этот запрос у меня в данном случае создает даты, начиная с 1 мая 2015 года по сегодняшнее число. Но это сегодняшнее число на момент обновления запроса. Я понял тебя, да. То есть в данном случае все-таки действительно, скорее всего, формула фильтра DAX, которая применяется к датам, она опирается на какой-нибудь там now, today, Да, точно, на сегодняшнее число абсолютно точно, я это попробовал, да. Я тебя понял, да, отлично. Отлично, интересно очень этот слайсер, и надо, конечно, с ним поиграться, но учитывать такие ограничения. Есть такое. Продолжаем. Ну, на мой взгляд, да, штука очень полезная. Соответственно, также у нас в настройках появилась обновленная визуализация таблицы, то есть у нас таблица. Сейчас, если вы обратите внимание, у нас в визуализациях, ну, там при включенной галочке, опять-таки, давайте, которую я вам покажу. При включенной галочке в Preview Features у нас есть New Table and Matrix Visuals. Эта галочка у меня стоит, которая как раз включает новые визуализации, которые находятся пока в режиме в Preview. И так вот, когда у меня эта галочка включена, у меня в панели с выбором визуализаций есть целых два типа визуализаций. Таблица и матрица классические, как они есть по умолчанию. И таблица, и матрица, Table Preview, соответственно, называется, и Matrix Preview. Что новая Table Preview умеет делать? Я вам покажу это на главном листе нашей таблички. Значит, вот сейчас у меня здесь на листе рейтинг авторов созданы две визуализации таблицы. И эти визуализации таблицы у нас отсортированы, опять-таки, по суперлайкам. И они классические, то есть те, которые были исторически в Power BI сделаны. Какие у них есть недостатки? В частности, здесь нельзя сделать так, чтобы у нас вот эта вот длинная строка сообщения переносилась по строчкам, чтобы у нас, ну, короче, весь текст влезал на один экран. И также у этой визуализации проблема в том, что я не могу нажимать на конкретную строчку для того, чтобы у меня она отфильтровала остальные визуализации, которые на текущем листочке присутствуют. Если же я переключусь на новую таблицу Table Preview, то у меня уже появится возможность нажимать на отдельные строчки в визуализации, и они у меня будут фильтровать оставшиеся визуализации на текущем листе. Но в данном случае я вот нажимаю на конкретную визуализацию, и у меня выскакивает слева автор, который эту визуализацию, который этот пост оставил у нас в группе. И далее по этому автору у нас считается, какое количество постов он оставил, какое количество комментариев и прочие метрики. Также есть здесь возможность, которая нам позволяет в Values переносить слова по, так чтобы полностью текст влезал на лист. То есть я могу изменить ширину столбцов в данном случае, и я уже могу видеть полный текст конкретного поста, который конкретный автор у нас оставил, который у нас в табличке сейчас выбран. Вот такая вот замечательная визуализация. Макс, есть еще добавить? Максим, да, я хотел спросить, не обрезается ли строка при переносе строк, не ограничивается ли вывод? Полный текст всегда выводится. Ну давай какой-нибудь длинный-длинный пост найдем. Вот смотри, вот длинный-длинный пост есть с большим количеством ссылок здесь. Как раз я прям отсюда вижу то, что в этом посте, насколько я понял, не обрезается. В общем, вполне достаточно для визуализации. Ну, однозначно да. Хотя я не так давно принимал экзамен у одного студента, и он показывал, как у них уже в продакшн используется Power BI, как такой интерфейс в базу данных, для того, чтобы из базы данных удобно доставать тексты, которые лежат, и выгружать их куда-то, как-то дальше с ними работать. То есть это на основе Power BI можно даже интерфейсы делать к базам данных, так чтобы с ними работать. И вот эта функция, она здесь оказывается очень даже кстати. Следующее улучшение – это улучшение надписей, улучшение значков. Как ты их обозвал, Макс? Метки данных. Улучшение отображения меток данных на визуализации, на комбо-визуализации. Значит, комбо-визуализацию я сейчас создам на новом листике, для того, чтобы показать вам комбо-визуализацию. Это визуализация, которая у нас сразу позволяет отображать ист, столбцы и линию в едином пространстве. Я сейчас добавляю на ось X даты. И также я сразу же выключаю здесь иерархию дат, чтобы у меня все даты присутствовали. И дальше я отображаю динамику по лайкам. Лайкс, суперлайкс, суперлайкс, лайксов постс, лайксов комминс. Далее я включаю в настройках визуализации дата лейблс. И сейчас, что видно на текущей визуализации, то что у нас есть большое количество столбцов, или большое количество дат, которые сейчас расположены очень близко одна к другой. То есть здесь у нас точек 365 дней плюс еще полгода. Более чем 600 точек на линии расположено. И при этом мы видим то, что у нас у некоторых точек сейчас на визуализации комбо-чарт сверху располагаются надписи к этим данным. То есть это как раз и было то самое улучшение, которое позволяет нам... Макс, еще раз, как это называется? Метки данных. В русской версии это называется метки данных. В английской дата лейблс, в русской метки данных. Блин, надо русской тоже иногда, наверное, пользоваться мне. Так вот, метки данных у нас сейчас отображаются не на каждой точечке нашего графика, а только у некоторых избранных. При этом у нас в настройках визуализации есть возможность указывать, перетаскивая вот этот вот лейбл дэнсити ползунок, мы можем указывать, на каком количестве точек у нас должны эти метки данных фигурировать. И чем меньше мы укажем, тем меньше у нас точек на графике становится. Также здесь есть возможность задавать направление, в котором у нас текст нанесен у этих меток данных. По умолчанию он в горизонтальном режиме, мы можем переключиться в вертикальный режим, и тогда он будет в вертикальном режиме. Вот. Макс, есть что добавить? Нет, я, честно говоря, хотел только... Мне очень любопытно, как определяется, на каких столбиках будут отображены метки данных, и каким образом работает этот алгоритм урезание их по плотности. Но, честно говоря, я так и не нашел какой-то закономерности. Это не только максимумы какие-то, это просто какой-то процент от меток отображается. Не более того. Да, притом... Наверное, как-то там равномерно, более-менее равномерно убирается. Притом, ну, в данном случае, если ты видишь, но у тебя мелко, наверное, то, что у меня в конце этих меток данных больше, чем в начале. Да, 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 я тоже вижу. Я думаю, что здесь, наверное, действительно идет сэмплирование какое-то, а просто выбрасывается по плотности. Получается, что если бы у тебя была более-менее одинаковая плотность линий на графике, то и плотность меток была бы примерно одинаковая, так? Да, наверное. И пропорциональное количество точек. Наверное, да. То есть у нас здесь в начале в группе активность была не очень большая, а есть пустые даты, и на них, ну, вообще никаких чисел не отображается. Наверное, ты прав. Так, переходим к следующей теме. Соответственно, у нас в Power BI теперь можно задавать URL не только URL-страничек HTTP, HTTPS, но HTTPS и раньше работал. Также я на блоге Power BI покажу, потому что сам я эту табличку не вносил. Также сейчас есть возможность задавать такие префиксы, как Тилнет, MailTo, чтобы у нас сразу почтовая программа открывалась, файл, текущий файл на нашем компьютере, FTP, News, какой-то неизвестный мне протокол. Я тебе потом расскажу. Хорошо. Ну вот, короче, такие вещи появились, и теперь их можно добавлять на визуализацию, и они будут иметь еще и свои собственные значки, как это у нас показано сейчас на экране. Такой значок, значок с конвертиком, Тилнет и так далее. Ну, на мой взгляд, не очень существенные изменения, однако, наверное, приятно. Далее. В аналитических функциях у нас появились новые возможности в Power BI, которые достаточно существенные. В частности, теперь при использовании Leaf Connections, живых соединений, на русский они это не перевели же? Ну, честно говоря, я не помню, какой термин используется, он есть, конечно. Он не называется Leaf Connection, он называется там живое подключение, прямое подключение. Прямое подключение. А Direct Connection тогда что такое? Тоже прямо, я не помню. Ну, вот, короче, я не знаю, как ты вообще с русским языком работаешь. Я, как только открываю Power BI на русском языке, у меня сразу перегрев где-то случается. Я даже могу сейчас посмотреть. Это же у нас майский summary, да? Да, да, да. Ну, да, он-то не переведен на русский язык. Да, все верно. Ну, так вот, значит, в живых соединениях, когда мы подключаемся к Analysis Services, либо к Power BI Service в облаке, и забираем данные, которые теперь можно забирать из Power BI Service. Это в прошлом релизе у нас было, в апрельском релизе появилось, насколько я помню. Возможность подключения к модели данных, которые загружены у нас в облако из Power BI. Сейчас, в общем, можно создавать меры, и эти меры будут доступны у нас, будут работать сразу же из коробки. в Analysis Services, при подключениях живых к Analysis Services и при подключениях к Power BI Service. Это очень-очень здорово. Показывать... Давайте покажу побыстрее, потом в ускоренном промотаю, и я сейчас создаю новую книгу, новую биосистему. Кстати, как ты биосистему называешь? Файлики. Ты знаешь, никак не называю, я просто говорю, это отчет. Ну, фактически, в Power BI Desktop мы создаем отчеты. BI-система, это, наверное, уже более сложно, ну, для меня, да, то есть это сочетание дашбордов, отчетов и датасетов. Я бы тогда вот им назвал BI-системой. То есть BI-система — это за что в сервисе уже? Ага. Ну, да. Ну, на самом деле, не принципиально. Если ты используешь такой термин, я думаю, для нас так не такой же. Так вот, создаю новую BI-систему, новый биосервис. Здесь выбираю то, что мне нужно подключиться к Power BI в облаке. У меня выскакивают мои группы. Здесь я подключаюсь, например, в той же самой BI-системе с анализом группы Excel и Power BI для интернет-маркетинга, которая у меня загружена в облако. После того, как я подключился к этой BI-системе, которая загружена в облако, у меня опять-таки перечислены меры, перечислены таблицы в списке здесь. И я могу здесь создавать новые меры, чего раньше нельзя было сделать. Я выбираю конкретную табличку, нажимаю New Measure, у меня немножко подвисает мой BI, через 3 секунды он отвисает. И я здесь вывожу, например, такую величину, количество участников. И далее я прописываю формулу Calculate, CountRose, в табличке Active Member List. Ну, например, так. Далее я могу количество участников созданную меру только что перенести и отобразить. Работает на ура. Очень клево. Также у нас появились аналитические функции, которые расширяют функционал быстрых мер. Быстрые меры – это то, что появилось в апрельском релизе, кажется. Или даже… Да, в апрельском релизе тоже. Не помню точно. Мне кажется, апрельским. Здесь есть 2 новых быстрых меры, которые появились. Итого для родительской категории и скользящая средняя. Давайте я побыстрее вам их покажу. Значит, 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 значит. Итого для родительской меры я тренировался. Есть у нас с вами вот такая вот визуализация, где я заодно экспериментировал с кластеризацией. Давайте я увеличу размер. В новой визуализации у нас размер шрифта задается на вкладочке Grid. Text Size. Да. Так вот. Есть у нас вот такая вот визуализация на основе данных, которые у нас внутри биосистемы есть. Наши участники, участники нашей группы разбиты по кластерам в ней. У нас есть отдельный кластер War of Maxim, есть отдельный кластер Зеленский. с Максимом Зеленским. И есть там кластер 2, кластер 4 с участниками в зависимости от числа лайков и от числа комментариев, которые они у нас в группе оставили. То есть кластер в данном случае это какая-то родительская группа. Далее у нас есть столбец. Получено количество полученных супер лайков. Я создаю быструю меру на основе этого столбца. Я выбираю Quick Measure, щелкаю напротив этого столбца. Здесь я выбираю новую появившуюся меру. Total Fog категория. Filters Applied, то есть фильтры примененные или фильтры не примененные. И далее я выбираю категорию, по которой нам нужно будет, для которой нам нужно будет у родительской категории посчитать количество полученных супер лайков. то, что у нас указано в значении Base Value. Жму на кнопочку ОК и у нас создается новый столбец. У нас, во-первых, создается новая мера и создается новый столбец. Давайте я эту меру сейчас немножко этот столбец сужу. Так вот, что мы видим сейчас у нас на экране. То, что у нас в созданной мере в кластере, где был один участник, у нас количество супер лайков, полученных супер лайков, оно равно фактическому количеству супер лайков, то есть у одного элемента. В то время, как у кластера 2, например, куда у нас попал Алексей Селезнев, вот я полностью оставил кластер 4, давайте, у кластера 4 мы видим то, что у нас в столбце с только что созданной мерой полученных супер лайк с Total for Person Name 2 автоматическое название такое у нее, у нас указано суммарное количество супер лайков, которые все участники конкретного кластера у нас получили. При этом, то есть, вот в данном случае у нас здесь указана цифра 4177 177 супер лайков, это как раз та самая величина, которая у нас суммирует все супер лайки наших участников, которые попали в текущий кластер. При том, у нас не обязательно даже чтобы в качестве родительской категории сейчас участвовал, например, вот эти кластеры. То есть, я, например, могу создать и какие-то другие кластеры здесь, поместить их в персонэйм кластерс, в родительскую категорию. И у нас, опять-таки, вот эта вот мера, которая была создана в автоматическом режиме, она у нас все равно будет считать сумму супер лайков по родительской категории. Ну, давайте я все-таки покажу, чтобы это было немножко понятнее. В принципе, я покажу это на основе нашей следующей функции аналитической, которая у нас новая появилась. Bin by count. На русском языке, опять-таки, я затрудняюсь, как это переводить, но я перевел, как это, распределение величины по диапазонам с заданием числа корзин. На какое количество корзин нам нужно наши строчки в табличке разделить. Сложно звучит, на деле выглядит не так сложно. Я сейчас переключу в режим Data View нашей таблички Active Members List, большой таблички, в которой у нас как раз собраны наши участники. И далее я покажу вам то, что у нас с вами есть здесь столбец количества полученных супер лайков. Я могу щелкнуть правой кнопочкой на этом столбце и здесь выбрать пункт меню New Group, либо я могу щелкнуть на этом столбце количество полученных супер лайкс, супер лайкс, супер лайкс, либо я могу щелкнуть в списке из наших полей, нашей таблички и здесь выбрать New Group. И у нас появится вот такое вот обновленное окошко с мастером по группировке значений выбранных по числам. Значит, по умолчанию у нас здесь указывается на корзины по какому количеству лайков нам нужно, чтобы у нас корзины были сформированы. То есть, я могу сказать, то, что, например, создай мне корзины по 20 лайков и что у нас произойдет. То есть, я вам сейчас показываю поведение по умолчанию, которое у нас было доступно и до текущего релиза. Я указываю размер корзины в 20 в нашем текущем столбце и жму на кнопочку ОК. У нас создается новый столбец, полученный в SuperLike Бинс и в нем сейчас указано как раз величина в диапазонах. То есть, если человек у нас набрал больше, чем 80 лайков либо равно 80 лайкам, то он у нас попадет в корзину с числом 80. Если он у нас набрал больше, чем 100 лайков, то он у нас попадет в соответствующую корзину. И вот так у нас все строчки в нашей табличке стали разделены. В то время как появилась еще и новая возможность в текущем майском релизе, которая нам позволяет задавать не размеры корзин, а позволяет нам задавать количество корзин. И тогда ну, например, 10, по идее. И тогда что произойдет? И тогда у нас значение, которое у нас на текущий момент в столбце присутствует, от минимального до максимального этот диапазон, он будет разделен тупо на 10 одинаковых корзинок. На 10 одинаковых корзинок, да. И у нас получится вот как бы, у нас сразу же в данном мастере отображается размер корзинки, которая у нас получится. Ну, то есть я укажу 3 и у нас получится то, что там будет 3 корзины. 9-10. Ну, насколько я понимаю, это удобная замена калькулятору, который позволяет определить размер группы. Ну, вообще, эта штука сейчас работает не очень круто, на мой взгляд. То есть, я думаю, что ребята из Power BI в перспективе добавят здесь возможность, чтобы он делил не диапазон на 10, ну, там, на заданное количество значений, а чтобы у нас диапазон делился на заданное количество персентилий. Тогда это будет, ну, более здравая величина. То есть, в данном случае я задал то, что мне нужно на 10 групп разделить. У меня, у нас в нашей табличке есть участник, соответственно, я, участник, у которого получено 9081 суперлайк и остальные участники, там, следующий участник у Максима Зеленского 3324 суперлайка и так далее по убыванию все идет. И за счет того, что мы разделили группу вот эту вот от 9000 до 0 на 9, то у нас получилось то, что у нас размер одной корзины, это, ну, как бы, практически 1000 суперлайков у нас туда должна была попасть. И что у нас это дает? Это у нас дает то, что у нас большая часть участников, они попасть... Они все оказались, да, в одной корзине. В одной корзине с числом 0, и, ну, как бы, это не круто. То есть, вот для таких, ну, вот такие вот выбросы, получается, нам, ну, могут все использовать. по процентилям сейчас нет возможности сделать группы. Ну, руками можно? Да, в 2016 Excel, в 2016 PowerPivot в DAX, слава богу, появилась функция процентиля. Раньше нужно было много с DAX возиться для того, чтобы медиану посчитать. Это да, да. Сейчас она появилась, то есть, руками можно теперь это делать, а раньше и этого нельзя было делать. Но, я думаю, то, что, сотрудники в Power BI прекрасно понимают, как эта штука работает. Ну, подождем, я думаю, что с темпом изменений все будет хорошо. Скоро не добавят. Так вот, что я вам хотел показать. то есть, вот у нас сейчас с вами, я вам сейчас показал новые возможности для группировки, которые появились в мае месяце. И также у нас с вами добавились новые группы, получается, у нас новые столбцы в нашей табличку, новые группы, по которым мы можем нашу табличку сгруппировать. Каким образом это делается? То есть, я беру сейчас и добавляю BINS в нашу визуализацию таблицу полученных суперлайков BINS в родительскую группу. И вот он у нас сейчас, обратите внимание, сразу же и показывает. отсортируй по убыванию. И вот он у нас сейчас сразу же и показывает уже сколько полученных суперлайков попали в конкретную родительскую группу в текущей иерархии. То есть, вот эта вот быстрая мера, которую мы создавали два шага назад, она работает с произвольными группами, которые вы можете динамически перетаскивать свою табличку. а ты можешь показать формулу этой меры? да, да. Это будет очень резонно. Для простоты, да. Для того, чтобы посчитать по родительской категории, достаточно было бы просто сбросить фильтр с персонейм. Вот, для того, чтобы мы просто убрали фильтрацию по одной строчке, например, по Алексею Селезневу или Сергею Лосеву, да, и у нас следующим уровнем фильтрации стала бы родительская категория, какая бы она ни была. Ну, в данном случае здесь таблица определенная порядком полей. Вот, но вместо того, чтобы просто написать название таблицы персонейм, мы здесь пишем all selected. Это позволяет нам использовать те фильтры, которые мы зададим на уровне визуального элемента, либо на уровне страницы отчета, либо на уровне всей модели в целом, да, report level filters. То есть, если в правой части экрана, вот там Максим сейчас, наверное, может показать, под столбиком с полями, да, вот здесь у нас filters, мы здесь покажем person name all, чуть ниже, нет, Максим здесь чуть ниже, 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 вот, visual level filters, если здесь, допустим, Максим уберет кого-нибудь из, лучше наоборот сделать, нужно... Select all, да. Да, вот смотри, select all, да, мы видим, подожди вот с этого момента, посмотри, мы видим, что, например, Дмитрий Соловьев попал у нас в корзинку со значением 0, но это не значит, что мы плохо относимся к Дмитрию Соловьеву, наоборот, это значит, что просто при таком разбиении на группу он попал в корзинку со значением 0, и мы видим, что здесь 1914, если мы отфильтруем, берем значочек Дмитрия Соловьева в фильтре визуального элемента, то в данном случае он, вовсе, что исчезнет, пересчитается его сумма по этой родительской категории, то есть она учтет вот этот фильтр, который был применен к визуальному элементу и так далее. Да, именно так. То есть при создании было две опции, я выбрал то, чтобы у нас текущие фильтры учитывались. Все верно. Все верно, да, это очень правильно. Максим, спасибо большое. Не за что. Так, про это, коротко рассказали, про скользящую среднюю, на мой взгляд, эта штука тоже очень полезная. Давайте вернемся к нашей визуализации, с которой мы уже создавали по числу полученных лайков, которая у нас строила график. И сейчас здесь мы создадим быструю меру, которая у нас подсчитает running total, running total, moving average, 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 rolling average. и здесь то есть вот эта вот мера, быстрая мера добавилась в нашем майском релизе. Что она позволяет сделать? Она позволяет нам скользящим итогом, например, за 14 дней считать количество полученных лайков перед сбифо, то есть мы здесь указываем в каком окне у нас эта скользящая величина должна рассчитываться. Сейчас я буду не скользящая средняя называется, да? Почему? Скользящая средняя? Могонаверич скользящая средняя. Roli-Neverage Так вот, здесь мы указываем количество периодов до и количество периодов после даты на конкретной визуализации, на которую мы рассчитываем нашу величину. В данном случае я хочу, чтобы у меня за 14 дней до и за 1 день после, а я 0 же могу здесь тоже указать, за 0 дней после указанной даты, чтобы у нас эти цифры рассчитывались. Так вот, обратите внимание, что у меня первый раз возникла ошибка и при этой ошибке у меня даты находились в плоском виде, не свернутом в иерархию. Когда я их свернул в иерархию date hierarchy, у меня сразу же посчиталась та величина, которую я хотел посчитать. В данном случае rolling average, среднее количество лайков, комментариев за 14 дней. Ну и вот так эта величина у нас сейчас на графике выглядит. Ну, по-моему, прекрасно всё. По-моему, тоже. Очень, да, иллюстративно. И при том она, ну, как бы она, эта штука, которая действительно полезна, и этим я в жизни пользуюсь очень-очень часто. При том до этого я писал руками. Формула moving average. Так, далее. В майском релизе Power BI подключение к CRM MS Dynamics 365 появилось. Не очень популярная CRM у нас, поэтому мы этот пункт пропустим. Также при операции, когда мы объединяем файлики из папочки, которые у нас лежат внутри папочки. Давайте я сейчас продемонстрирую вам это на новой биосистеме. Здесь произошло одно полезное косметическое изменение. То есть я вот сейчас указываю то, что мне нужно получить данные из папочки. Эта папочка у меня будет folder. Эта папочка у меня будет L4. Я использую файлики из нашего курса по Power BI. И здесь у меня есть специально подготовленные файлики. CSV файлики, которые лежат внутри одной папочки. Вот эти файлики. Я жму на кнопочку Edit. То есть я натравил сейчас Power Query на папочку. Вот у меня видно то, что здесь лежит 6 файликов CSV. Когда я нажимаю на кнопочку Binary Combined, Combined Files, у меня выскакивает окошко с предпросмотром. В котором мне нужно указать кодировку, для того, чтобы здесь все отображалось симпатично. Мне нужна Kirillic 1251. И в уголке экрана у нас указан Example File. Файл, на основе которого мы можем производить настройку разворачивания всех каждого файлика в папочке. И в данном случае, то есть раньше у нас здесь Power Query автоматически выбирал какой-то отдельный файлик. И если у нас этот файлик потом из папочки пропадал, то у нас весь запрос сломался. Но давайте я вам продемонстрирую, как это дальше у нас должно работать. Потому что, возможно, не все знают об замечательной функции в Power Query. То есть я в данном случае сейчас нажал на кнопочку OK. И у меня создался целая серия из запросов. В частности, у меня здесь есть Sample File Parameter, Sample File. И есть отдельный запрос Transform Sample File from CSV Lite. Название папки, да. Этот запрос с названием папочки CSV Lite в данном случае, он у нас берет данные из Sample File, как раз из того самого файлика, который мы выбрали. И в данном случае Sample File у нас всегда будет браться первый файлик, который у нас попался в папочке. Раньше у нас указывался этот файлик конкретно. И дальше, ну то есть я уже могу производить какие-то изменения здесь в этом запросе. Эти изменения автоматически у нас скопируются в функцию Transform File from CSV Lite. И далее эта функция у нас уже будет использоваться для того, чтобы разворачивать каждый из этих файликов. Соответственно, что было ранее? Ранее было, когда у нас первый файлик, Sample File пропадал из нашей таблички, то тогда у нас вот эта возможность настройки, обработки отдельного файлика, она ломалась. И нам приходилось руками этот Sample File прописывать. Сейчас же у нас Power Query автоматически выбирает первый файлик при помощи вот такого вот обращения. И на основе него уже, ну то есть на основе него определяет, какой файлик нам нужно разбирать в рамках данного запроса. Макс, есть что добавить? Максим, я хотел как раз уточнить, правильно ли я понимаю, что этот параметр выбор первого файла, либо конкретного файла влияет на возможность изменить функцию, которую мы потом применяем к файлам, находящимся в нужной папочке. То есть не просто функция-то продолжит работать, если ее один раз настроили, не важно, что там будет происходить с файлами. Но если мы захотим ее изменить, то либо нам необходимо залезать в код, либо нам хотелось бы поправить вот этот самый запрос Transform Sample File from C-SWide. Вот этот запрос, если мы бы хотели исправить, он бы ссылался уже на несуществующий файл и пришлось бы долго подсылать с бублами вокруг него. Да, максимум. Это так, да? Совершенно верно. Отлично, хорошо. Больше у меня вопросов нет, это, я вижу, что это хорошая функция и очень полезная. Ну да, безусловно, раньше было неудобно, а сейчас сделали очень-очень неудобно. Ну и в редакторе запросов тоже сделали два очень-очень крутых дополнения, которые я сейчас коротко вам могу и показать. Вот смотрите, например, есть у нас опять-таки на основе уже этой таблички, есть у нас с вами выгрузка со статистикой из систем контекстной рекламы, есть у нас столбец с ключевыми словами, и в этом столбце с ключевыми словами те, кто работали с контекстной рекламой, знают то, что у нас есть минус-слова в Яндекс.Директ, и мы эти минус-слова при помощи новых функций, которые появились в Power Query, сразу же можем выделить. Каким образом это делается? То есть вот у нас есть столбец, вот у нас есть ключевые слова без минус-знаков, вот у нас есть ключевые слова, которые начинаются со знаками минус. Это ключевые слова, соответственно, которые у нас в запросе присутствовать обязательно, должны обязательно отсутствовать. Я перехожу на вкладочку, например, Add Column, и здесь выбираю теперь пункт меню, здесь выбираю теперь пункт меню, они не добавили на Add Column, они добавили только на Transform, тогда я сейчас создам дубль этой колонки, и здесь я выбираю сейчас пункт меню Extract, и здесь выбираю пункт, соответственно, то, что мне нужно извлечь текст до, после. После разделителя. И я указываю разделителем в качестве разделителя пробел минус, и далее в опциях я могу указать, после какого разделителя мне нужно, чтобы у меня значения в столбце были извлечены. Я указал то, что мне нужно, чтобы у меня в столбце остались значения после первого найденного разделителя. И вот, вуаля, сразу же у меня преобразовалось наш столбец, и у меня здесь остались только минус-слова, которые были после разделителя. После выбранного разделителя. Ну, сейчас, секундочку. Нет, здесь есть экстракт. На новый, на Add Column есть экстракт, просто я его не нашел с первого раза. Ну, и точно так же у нас здесь есть то, что мы можем добавить до разделителя, before delimiter, ну, точно таким же макаром пробел минус прописываем. Вот у нас добавилась новая колоночка с нашими текущими ключевыми словами. И так же появилась очень-очень приятная функция, которая позволяет нам, например, между разделителями даже текст какой-то извлекать. Экстракт, текст between delimiters, и мы здесь можем указать и первый разделитель, и второй разделитель, между которыми текст нам нужно извлечь. Очень-очень удобная штука. Да, я согласен. На самом деле, вот добавление этих функций, оно дало, ну, очень хорошую помощь, я считаю, для тех, кто работает с текстом, в принципе, с любым текстом, да, потому что все то же самое раньше приходилось писать собственноручно, либо создавать кучу, многократную кучу дополнительных столбцов и так далее, и тому подобное. Сейчас стало гораздо удобнее, конечно. Спасибо, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, коллеги. Спасибо огромное за то, что послушали нас. Первый, блин, может быть не самый красивый, но от всей души ждем дальнейших встреч. И пишите, оставляйте заявки, какие бы темы хотелось бы осветить. Максим? Да, спасибо. Пока-пока. Пока. Ну, короче, хреновый пример здесь. Ну, ладно, хорошо. Слушай, у меня нет сэмпл под эту штуку. Да, Макс, ну ты шаришь. Ну, вот. Он у меня уже, он у меня на самом деле и переключен был, тогда все надо переснимать нахрен. Ну, вот.